22 декабря в городском исполнительном комитете были подведены итоги работы областного центра, а также задан темп и определены направления его развития в будущем. Обрисованная управленцами ситуация такова. Несмотря на то, что по некоторым цифрам городу не удалось достичь нужных прогнозных показателей экономического развития, в Бресте была обеспечена ритмичная жизнедеятельность, без социальных потрясений и конфликтов. Много было сделано и в плане благоустройства. Послам председателя Брестского городского совета депутатов Николая Красовского, благодаря тому, что две трети депутатского корпуса в этом году люди новые, с активной жизненной позицией, большинство поставленных задач по наведению порядка в городе удалось выполнить. Те скамейки, которые появились во дворах, игровые площадки, отремонтированные, прогридированные улицы или даже заасфальтированные микрорайоны, если говорить о Речице, это тоже во многом где-то и заслуга депутатов, потому что они были неравнодушны, они целенаправленно работали. Начиная свой доклад об итогах уходящего года и прогнозах на будущее, 2015-й мэр города Александр Рогачук подчеркнул, что формирование бюджета будет проходить в достаточно сложной макроэкономической ситуации. Поэтому главная задача сегодня – обеспечить дальнейшее поступательное развитие народно-хозяйственного комплекса и закончить ранее начатые проекты. Это касается и инвестиционных проектов, их достаточное количество в той или иной степени освоения по городу Бреста, это касается создания новых рабочих мест, это касается доведения до ума тех объектов благоустройства, на которые нам неоднократно указывали, в том числе и губернатор нашей Брестской области. Я имею в виду это наши парки, я имею в виду это площадь перед дворцом профсоюзов, я имею в виду это Красный двор, то есть те объекты, которые важны для каждого жителя города Бреста. С учетом всех показателей был сформирован городской бюджет на следующий год. Большая часть поступлений традиционно связана с подоходным налогом. Также весомый вклад в казну города внесут отчисления ПНДС и налогу на прибыль. Самые главные статьи расходов традиционно остались за сферой образования, здравоохранения и ЖКХ. В 2015-м из городского бюджета будут выделены деньги на социальную поддержку нуждающихся, строительства и развития инженерной инфраструктуры, поддержку общественного транспорта, спорт и культуру. Еще около 80 миллиардов пойдет на покрытие расходов по статье «Общегосударственная деятельность».